Позвольте ставиться. Меня зовут Грезнева Ольга Юрьевна. Я являюсь преподавателем Центра специалистов. Но вообще, если говорить о моем опыте, я много лет проработала в сфере HR, HR-директором. Являюсь преподавателем управленческих дисциплин программ МПА, орг-консультантом в рамках сотрудничества с Центром специалистов. Я преподаю дисциплины управления конфликтами, противостояния манипуляциям, тренинг личной эффективности. Мы сейчас расширяем спектр этих программ. Так что, welcome, всегда рада вас видеть на занятиях. Ну, а сейчас немного о той теме, ради которой мы сегодня собрались. Понятие личной эффективности, оно, наверное, сейчас крайне важно, значимо и очень популярно для всех. В нашем веке высоких скоростей, стресса, высокой интенсивности, вопроса эффективности, они стоят как-то очень остро. Ну, наверное, у каждого понятие свое личное эффективность. Вот если несложно буквально, как вы понимаете для вас, что вы вкладываете, когда говорим о личной эффективности, чтобы понять вообще, насколько мы в одном русле и про одно у нас идут запросы. А если несложно, кто желает сказать, как вы это понимаете или что в это понятие вкладываете, или что для вас наиболее значимо, когда говорим о личной. Понятно, да. То есть один из самых дорогих ресурсов, да, который в наше время именно ощущается как самый дорогой и, главное, невосполняемый ресурс, да, ресурс времени. Ну, наверное, да, наверное, нас это очень сильно ограничивает, часто вгоняет стресс, и поэтому, наверное, напрямую, да, ассоциируется с понятием личной эффективности. Но вот тогда вопрос, как же успевать все это делать в это время, да. Мне очень нравится это высказывание относительно гениев, которые добиваются больше, наверное, когда работают меньше. Но не все мы гении, хотя что-то гениальное, наверное, есть в каждом. И, наверное, ресурсы повышения эффективности, они есть тоже у каждого. Ну, вот я смотрю, да, по отзывам вебинаристов тоже, минимум времени, максимум производительности. Очень экономический подход при обсуждении эффективности. Но мы от этого действительно не уйдем. Ну, один из взглядов на личную эффективность, один из подходов к тому, как определить личную эффективность, выделяет как раз три ключевых фактора для роста личной эффективности. А это четкое определение собственных целей, понимание, чего именно я хочу. К чему я стремлюсь. Да, все-таки какой результат я хочу получить. И я сразу же скажу, что этот фактор является, наверное, все-таки одним из наиболее важных факторов. И сегодня мы остановимся как раз на нем. Потому что два остальных, они не менее важны, они тоже как бы очень влияют на нашу эффективность. Экономика ресурсов – это как раз то, что вы очень хорошо сейчас зацепили, потому что время тоже один из ресурсов. Это как раз именно экономический подход, что я вкладываю и насколько то, что я получаю, оно оправдывает эти мои вложения ресурсов. Будь то временные ресурсы, будь то какие-то другие ресурсы, которые я вкладываю для получения этого результата. И еще такой важный фактор, как социализация. Все-таки мы живем в обществе. И зачастую то, насколько мы оказываемся эффективны, как быстро, насколько успешно мы достигаем своих целей, во многом определяется не только нашими способностями или нашим подходом к организации работы, но и к тому, как мы взаимодействуем с другими людьми. И насколько они в этом смысле являются для нас либо ресурсом и оказывают дополнительную помощь в достижении этих целей, либо как раз наоборот. Вопросы социальной адаптации, они могут где-то как-то нам мешать в достижении запланированного, в достижении задуманного. Но сегодня, я говорю, мы остановимся более подробно на первом факторе. И позвольте небольшой такой тест. Это тест из серии вопросов мгновенного коучинга. Буквально несколько вопросов. Думать на ними долго, размышлять не надо. Отвечайте так, как вам захотелось. Первое, что пришло в голову. Первый вопрос. Как вы оцениваете те результаты, которые вы уже достигли к настоящему времени? В какой-либо сфере, ну просто для удобства, выберите одну из сфер. Личную, да, или ваше творчество, либо вашу профессиональную сферу. Ну мы сейчас отвечаем про себя. Выберите один из предложенных вариантов. Как вы считаете, те результаты, которые вы достигли к настоящему... А сферу одну какую-то оцениваете? Да, одну, одну. Ну потом, если захотите, вы можете сделать для всех. Но сейчас, чтобы мы с вами просто поняли суть инструмента, берем какую-то одну сферу. Как вы считаете, вот тот результат, которого вы достигли, он где находится? Это максимум, который вообще вы могли по жизни к этому моменту достичь? Или это хороший результат, но это не максимум? Это да, выше среднего. Это средний, в принципе, не хуже, не лучше, чем многие люди моего возраста, моего статуса, моего положения. Либо это низкий результат. Вы недовольны тем, что вы достигли и считаете, что могли достигнуть гораздо. Второй вопрос. А вот теперь скажите, пожалуйста, а могли бы вы добиться большего результата? И если вы выбираете все-таки вариант «да», то оцените, а насколько большего вы могли бы достигнуть? Ну так вот, это очень субъективное, да, ваше личное мнение, представление. Ну, процентов на 10, на 20. Кто-то, может быть, считает, что в полтора раза больше, а кто-то считает, что, в принципе, могли бы достигнуть и в 2, и в 3 раза больше. Почему бы и нет? Те, кто опоздал, присоединяйтесь к нам, да? Первый вопрос видели? Нет? Сейчас я для вас повторю его. Ну, я потом посмотрю. Ну, да, сейчас, чтобы включиться. Как вы считаете, каких результатов вы достигли в своей, ну, например, профессиональной или в личной сфере к настоящему моменту? Максимальных, берем одну сферу, да, максимальных, выше среднего, среднего или ниже среднего, да? Если он не максимальный, то определите, насколько больше вы могли бы достигнуть. Все проставили? Скажите, ну, так, как любопытство мое, да? А есть те, которые вот посчитали, что они не могли бы достигнуть большего? Нет, да? Я не знаю, иногда бывает, когда, может быть, говорят, ну, здесь, наверное, просто немножко нет аудитории. Раз пришли сюда, значит, наверное, считают, что можно большего, да? Поэтому продолжение второго вопроса. Напишите. Сейчас я дам на это буквально 3 минуты, сколько успеете написать. А вот дома я вас попрошу продолжить это задание и написать как минимум 10 причин, почему вы не захотели добиться большего. Есть все-таки подозрение, что не захотели? Нет, ну, семья, нет. О, вот смотрите, спасибо большое, да? Вот здесь тогда, знаете, сразу, пока пишете, думаете, я немножко поясню. Вариант не захотели, он может быть очень разный. Он, может быть, не захотела, потому что недостаточно сильно хотела, или, в принципе, хотелось, но как бы не настолько, чтобы сильно напрягаться. А иногда бывает, допустим, не захотела или не захотела, потому что это мой сознательный выбор. Ребенка болел, пришлось заземлиться. И это может быть почти сознательный выбор, потому что я выбираю, например, заботу и воспитание детей, нежели как бы, да, построение своей карьеры. Но это, вы знаете, это не захотела. А я думаю, вы не захотели. Это же, смотрите, это все равно ваш выбор. Вот давайте, ну, вы, конечно, вправе иметь свое мнение, да, и я ни в какой мере на него не хочу, как бы, да, там давить. Но вот есть большое ощущение, что все-таки, когда мы встречаемся с такого рода сложными ситуациями, ситуациями выбора, это все равно выбор, и это наш выбор. Просто зачастую он для нас бывает настолько очевиден, что нам кажется странным, но как это так? Если у меня дети, если там им требуется мое внимание и забота, если они болеют, кто-то скажет, ну, какой же я тут в этот момент займусь карьерой, да, или какая мне в этот момент будет работа или творчество, если я выбираю. Нет, просто в командировке едет надо было, а в лидерах... Да, но, вы знаете, пусть для вас это не покажется кощунством, но есть множество людей и женщин, которые делают другой выбор, и которых не останавливает это. Да, ребенок, который. Они находят варианты, с ним сидит папа, они находят варианты нянь, они находят массу вариантов, но это, я ровно к этому и хочу вас подвести. Смотрите, это все равно наш выбор. Я имею в виду, у меня у ребенка аллергия на молоко была, ему нельзя было. Ну, просто зачастую этот выбор может, смотрите, он либо сделан настолько для нас однозначно, что мы других вариантов не рассматривали, да, но почему-то мы это захотели, потому что для меня ребенок важнее... Нет, потому что бабушки сказали, с таким ребенком только мама. Вот, потому что... Потому что... И все-таки я настаиваю на этой формулировке. И вот здесь тогда вам есть смысл задуматься. Все-таки, а почему не захотела? Не захотела терять ребенка. Ну, например, да. Можно так записать? А здесь настоящий, да, я не хочу добиться? Или в будущем? Ну, мы вообще говорим, если мы добились, да, почему я не захотела добиться большего, да. Ну, там не захотела или не хочу и сейчас, да, вот такой двойной. А вот вторая колонка, после того, как вы напишете 5, может быть, да, там даже 10 причин. Только вы знаете, на одной причине останавливаться нельзя. Нет, бывают обстоятельства, которые диктуют. Бывает. Не потому что не хочешь, а потому что у меня, я была социологом, мне нужно было вырежать, исследование делать. Я с удовольствием этим занялась, а ребенка не самостоятельно. Какой же я тогда социолог, если я бесчеловечный ребенок? Кроме меня никто. Так что нет. Нет, бывает, бывает. Ну, что ж. Да, все учатся. Да, ну, одну причину написали, но пишем еще другие. Ищем еще другие причины. А потом пишем 10 причин, почему все-таки вы хотите и можете добиться большего. Вы знаете, это упражнение очень провокационное. А переоценка ценностей здесь может быть? Она будет, она должна быть. И со временем она происходит. И со временем у нас раздвигаются горизонты, когда мы начинаем какие-то свои препятствия, которые мы видим как одну причину. И нам кажется, вот это такая веская причина, и она изменила все. Но зачастую, если мы начинаем с этим более глубоко и детально работать, оказывается, что у нас просто слишком маленький диапазон понятных, как бы, да, либо там доглядных для нас моделей, образцов решения такой ситуации. У меня, например, вот это была кооперативка, какие там еще, и ребенок. Ну, как-то, можно было, главное, конечно, это головой ребенок, правильно? Нельзя же семейные ценности поменять на карьеру. Ну, женщины, я имею в виду. Ну, вот, я ровно про это и говорю, что это ваш выбор. Это был ваш выбор. Вам нельзя. Потому что вы так выбрали. И никто не посмеет вам сказать, что это неправильно. У меня большая просьба, Ри. Это очень провокационное, на самом деле, очень сложное задание. Потому что, если вы дома посидите и подумаете над этими вопросами, почему я не захотела или сейчас не хочу добиться большего, и вы столкнетесь с очень серьезными внутренними препятствиями, потому что очень часто, очень многие события жизни, внешние события, они очень удобны для нас с точки зрения объяснения причин, почему все-таки я не достиг чего-то важного и значимого для меня. Это у меня одна причина, это лень. Это же одна. И снять всего. Просто о чем бы я не думала, но не пошла. Нет, потому что мне лень. Я не пошла учительство. Не лень. Я не прочитала лень. Я читала художественное, когда они писали, что мне было лень. Вот, это вот интересный момент. А ну, у меня, у меня в гору не пойдет, у меня в гору дойдет. Да, поэтому ждем того, когда будет не лень. А вот мы сейчас придем к очень интересному моменту, который, кстати, тоже цепляет эту историю, которую вы нам сейчас поведете. У меня появился такой особенный фильм в жизни. Спасибо. Поэтому, если бы, да, дома доделайте это задание. А вот когда вы проработаете его, еще раз возвращаемся ко второму вопросу и пытаемся ответить, так какого же результата вы могли бы уже добиться к сегодняшнему дню? Вот если вы отметили, что его больше, да? Вот помните для себя, каков бы мог бы быть тот результат, которого вы могли бы добиться? Ну, вот для себя, ну, как-то обозначить, да? Ну, вот, пока вы пишете, у нас в чате, говорится, написала, да, не добилась большего, потому что в свое время не получила высшего образования, никто не настоял на этом, да? А вот теперь пожинаю плоды этого. Ну, вот, да, внешне эта история выглядит именно так. Но вот здесь очень важно ответить на вопрос, почему когда-то тогда не захотели это высшее образование получать? Да, понятно, что там, по-видимому, были какие-то причины, потому что больше хотелось гулять, потому что, может быть, было интереснее заниматься совсем другими вещами, потому что делала ставки на другое, думала, что выйду замуж, например, да, и оно мне не потребуется, зачем оно напрягаться. Ну, это я так сейчас фантазирую. Причины же могли быть очень разные. Просто не очень учиться. Да, вот, и это может быть причина, да, почему. Вот это и важно, набросать вот эти варианты. Но это то, что было тогда, это то, что мы сейчас можем просто уже как-то ретроспективно восстановить. Но жизнь-то продолжается, и важно теперь понять тогда, а почему же сейчас я хочу? Да, и главное, почему я могу? Вот эта вторая часть столбика. Ну, например, потому что я уже теперь осознала значимость этого высшего образования для меня. И тогда это может быть очень мощным стимулом, очень мощной движущей силой для того, чтобы сейчас свою жизнь изменить или изменить те результаты, которые... В Америке 7-6 лет пошел учиться в высшее образование, заработав деньги на образование. Ну, вы знаете, у нас тоже есть много вариантов. У нас тоже есть такие варианты, как бы, да, и о них в средствах массовой информации рассказывают, когда люди уже весьма такого солидного возраста, да, после 50 лет идут получать высшее образование. Буквально, мне кажется, в прошлом году был какой-то сюжет о мужчине, которому 60 с лишним лет, он пришел сдавать ЕГЭ. Вместе со школьниками он пришел сдавать ЕГЭ с целью, чтобы поступить в институт. Ну, вы говорите, что никогда не поступили. Каждый день – это день твоей новой жизни. Да, есть, кстати, замечательная книга о тех, кому за 50, люди, которые старше 50 лет, сделали прекрасную, потрясающую карьеру в совершенно новых областях и сферах жизни. Причем там собраны истории людей, ну, как живущих за рубежом, да, так и в России. У нас тоже есть масса таких примеров. Вот, не знаю точно, не помню точно этого названия, но если как бы там погуглить, это можно найти, поэтому это просто такая очень мотивирующая, очень интересная книга, но с точки зрения того, что никогда не поздно, если у вас есть такие мечты, есть такие желания, за них взяться и действительно чего-то добиться. Итак, на второй вопрос ответили. Да, а теперь третий вопрос. Так, какой же успех вы планируете через год, два, три? Каковы ваши цели, какого результата вы хотите достигнуть? Можете ли вы это сформулировать в цифрах и сроках? То есть запишите, я сейчас даю буквально две минуты. Какова же ваша цель успеха? Что в ближайшие два-три года вы планируете получить? И если можно, эту цель записать, ну, в каких-то измеримых показателях. Ну, я не знаю, либо это, если это профессионально, например, это какая-то определенная должность, например, там, в компании, определенной отраслевой направленности или определенного масштаба с определенным там уровнем финансового вознаграждения. Только эти вещи желательно фиксировать как можно точнее. в плане как раз именно этих показателей. Пока вы пишете, расскажу одну забавную историю, поделилась коллега с наблюдениями своей жизни. Она говорит, когда-то загадала, что хочу иметь такую работу, чтобы буквально сидеть на деньгах. Вот просто, да, опа, на деньгах сидеть. Прошло несколько лет. И вдруг она поняла, что ее мечта, ее цель достигнут. Она работает в крупной компании, в банковском секторе. Их отдел располагается буквально над денежным хранилищем. И она говорит, я поняла, что я буквально сижу попой на деньгах. Но в кармане от этого ненамного увеличилась, да. Поэтому смотрите, когда вот загадываем, мысли они имеют такую тенденцию материализоваться, да. И вдруг мечты где-то там в небесной канцелярии будут услышаны и воплощены в этой жизни. Будет обидно, если мы их не совсем правильно, не совсем корректно сформулировали. Тут каждый определяет для себя, да. Скажите, пожалуйста, всем удается записать эту цель, понимаете, да. Есть такая цель, которую бы хотелось бы так сформулировать, да. Или у кого-то проблема вообще с такой формулировкой. С точки зрения, да, пока еще не понимаете, где этот успех можно найти. Или просто еще пока не успели нас догнать. Здесь хочется быть. А мы выбираем какую-то одну сферу, да. И в этой одной сфере говорим о том, какого бы успеха мы там хотели достигнуть. Это, правда, совсем не означает, что у вас там тоже не возникнет сопротивления, если вы уже с этим столкнулись, если вы это знаете. Такое тоже бывает. Я об этом потом скажу чуть позже, да. Ну, сейчас, или те, кто записали, те записали. Спасибо. И еще один вопрос, четвертый. Да, ну, а перед ним будет небольшой комментарий. Вот если вы не можете такую цель записать, то на досуге, сейчас у нас на это не будет времени, а вот на досуге попробуйте записать 100 своих хотелок. Ну, кстати, в принципе, упражнения все равно полезные для всех. Прям берете чистый лист бумаги, находите такое уединенное местечко. Кстати, лучше вообще делать его не обязательно сидя, а можно иногда даже стоя, а лучше даже ходить. Такой вам открою секрет. Ну, для начала можете начать писать сидя. Когда устанете, и вдруг поймете, что дальше не пишется, нужно будет встать и походить, опробовать писать. Правда, это на уровне механики хорошо работает. Вот сразу же, когда у нас просто с вами очень такой короткий семинар, я многое хочется сказать. Но вот по практике, по опыту скажу. Вы знаете, зачастую люди начинают спотыкаться где-то на 30-й, 40-й хотелки. И вдруг оказывается, что упс. Сначала кажется, что я так многого хочу по жизни, а вот дошли до этого, и дальше упс. Я, ну, у меня есть опыт, как бы, да, разная работа со слушателями, и с людьми в качестве коуча. И часто люди приходят очень разочарованные. Разочарованные, как бы, да, своим состоянием. А они говорят, как же так? Я даже подумать не могла. Помню разговор с одной женщиной, когда она говорит, а для меня это было прям сильным ударом, когда я поняла, что я не могу написать больше 40 хотелок. Она говорит, я в них вписала уже все. Даже перестеклить балкон. Ну, представляете, ну, больше 40 хотелок я придумать не могу. Я позвала сына, и у подростка хотелки посыпались. Да, вообще безостановочно. Хочу, хочу. И это нормально. А вот, к сожалению, с возрастом мы настолько приучаемся себя ограничивать, мы настолько приучаемся ставить себе ранки, мы настолько приучаемся заставлять себя жить, там, да, вот, в этих самых реальных условиях и наступать на горло собственной песни, что зачастую даже просто похотеть на бумажке, да, написать хотелки, уже становится проблемой. Но дальше все еще сложнее, да. Мы, если мы записали свою цель, теперь нужно записать, как вы будете ее достигать. написать 100 шагов, которые вы сделаете для того, чтобы достигнуть своей цели. И вот этот вопрос является тоже очень важным и диагностическим. Вам тоже на него потребуется минут 40-50 сделать его дома. 100 шагов для хотелок? Нет, это для той цели. Для той цели. Просто вот надо будет прописать. Да, да, маленьких шагов. Один из моментов, который здесь тоже будет важен. Если вдруг вы поймете, что у вас эти шаги не пишутся, вроде бы как цель есть, но вы начинаете писать и шаги к ней, и вдруг вам становится ну как-то не по себе. И вдруг вам становится как-то все это тоскливо, скучно, у вас пошло сопротивление, вообще как-то, да, вот это все кажется уже нудным, это кажется, что все это вообще не про то. Скорее всего, это будет означать, что эта цель не будет. Есть такой момент. К сожалению, очень многие наши желания, очень многие наши цели, они не являются нашими истинными, они являются навязанными. Навязанными социумом, навязанными воспитанием, навязанными обществом, в котором мы живем. Но есть некие шаблоны, в которых мы выросли. Мужчина должен построить дом, посадить дерево, родить сына. И вот женщина должна сделать это, сделать это, сделать это. И вот мы начинаем стремиться соответствовать ожиданиям мамы с папой, ожиданиям наших родных, друзей, ожиданиям наших супругов, ожиданиям наших коллег, ожиданиям общества, потому что, как же так, общество же предполагает, что если мы успешны, мы должны делать это, 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 и мы ставим себе эти цели, почему-то потом к ним никак не идем, почему-то нам никак не удается их достигнуть. Потом мы находим массу объяснений, оправданий, почему мы это не сделали. да, есть даже такой эффект, как бы, да, вот на кризисе, там, сорока лет, есть эффект, который встречается в сознании, ну, наверное, почти абсолютного большинства людей, причем даже люди, которые знают об этом эффекте, это все равно их именует. Да, эффект поиска козла отпущения. Когда мы начинаем находить виновных, почему все-таки к этому времени мы не смогли реализовать и достигнуть своей цели. Это в некоторой степени, ну, можно говорить, это особенность, закономерность развития, но просто люди, которые с этим работают, они понимают, что можно двигаться дальше, да, и как с этим двигаться. А можно в этом застрять, к сожалению. Но вот поиск своей цели является как раз одной из, наверное, ключевых, как бы, одним из ключевых этапов, одним из ключевых шагов к тому, чтобы стать эффективным человеком эффективно по жизни. Вот это маленький инструмент, вы можете над ним порассуждать дома, вы можете попробовать это писать, подумать, я буду очень рада, если у вас все напишется, вы понимаете, нет, у меня все нормально, я четко понимаю, какова моя цель, куда я иду, что я для этого буду делать, мне просто нужны рабочие инструменты, чтобы этого достигнуть быстрее. И это хороший, замечательный вариант, с ним можно поработать, эти инструменты можно найти. Да. Бывает, какие-то люди, когда пишешь 100 шагов там, да, да, ну правда, честно скажу, это лучше вписать в компании, когда рядом с вами кто-то, кто вас поддерживает, подсказывает, помогает вам раскачаться, да, потому что очень часто мы просто находимся в некотором шаблоне, да, раскачаться. ну, я вам скажу, на самом деле, не всегда обязательно прописывать 100. Сколько? Нет, 100, это с точки зрения как бы диагностики, в плане цели. Если в плане достижения цели, ну вот мы об этом будем более подробно говорить, мы говорим на тренинге, прорабатываем, есть такая практика пяти шагов. Да, но просто если вам скучно писать 100, это просто значит, что цель не ваша. Я про то, насколько вам интересно это делать. А вот для того, чтобы наиболее эффективно организовать работу по достижению цели, вот там надо подумать, какие шаги именно выбрать. Вопрос не в том, что мы будем эти 100 напишем, и все 100 будем делать. Вопрос в том, как выбрать грамотные 5, чтобы их достигнуть. И это уже такой технический вопрос. Сейчас мы пока что вот про поиск своей цели. Мы пока про это. Есть инструменты, которые позволяют свою цель лучше понять. Вот это особенно в той ситуации, когда я начинаю о ней думать, я пытаюсь ее формализовать и структурировать. Да, есть же масса этих инструментов сейчас, Smart, Group, которые нам позволяют правильно формализовать и структурировать цель. Инструменты интересные, вы, кстати, можете, наверняка многие из вас с ними знакомы, или там, да, они можно почитать, мы на тренинге их коснемся, но я должна признать, что через эти инструменты хорошо цель свою сформулировать, а вот понять ее не всегда хорошо. А вот для того, чтобы ее ухватить и понять, чего же действительно я хочу, к чему я стремлюсь, для этого есть другие инструменты. поэтому я буду очень рада вас видеть на тренинге, потому что это, конечно, не работа 40 минут. Вы знаете, я, ну, наверное, сейчас просто я немножко, да, остановлюсь, и больше хотелось, конечно, поговорить о мотивации, но у нас слишком мало времени. Давайте я, наверное, тогда, да, все-таки поясню вам про мотивацию один момент, прям вот не хочется отпускать, только вот с таким пониманием, когда подвешенным вопросом. Я все-таки дам еще одно объяснение, почему мы часто достигаем или не достигаем, чего-то это сделаем. Помните, я сказала, да, почему, если мы себе ставили цель, и мы ее не достигли, да, и находим объективные причины. Но вот, или нам лень, да, но вот оказывается, если мы нашли действительно свою цель, то нам не лень. то это уже не нам себя приходится заставлять ее делать, да, а эта цель, она настолько нас захватывает, это уже сродни с содержимостью. И я ничего другого не могу делать, потому что эта цель меня тянет, она меня вдохновляет, она меня зовет, у меня вот просто все зудит, потому что я должна пойти и этим заняться. Это моя цель. Это, конечно, счастье, найти эту свою цель, и тогда, да, вот это ощущение полноты жизни, и удовлетворенности, и оценки себя, и достижение этих результатов, к которым мы идем, оно оказывается совершенно другим, оно приобретает совершенно другое качество. Ну, а если говорить, что есть вещи, которые просто мы должны делать, да, и для них тоже нужна эффективность, про них я тоже хочу немножко сказать, чтобы тоже у вас, ну, появились в связи с этим, какие-то, может быть, новые открытия, инсайты, понимания, и, может быть, даже какие-то новые инструменты, как с этим поработать. Постараюсь сейчас говорить очень быстро, чтобы уложиться в отведенное время. Кто из нас не хотел начать новую жизнь с понедельника? Кто из нас себе не ставил таких задач? Заняться своим самообразованием, заняться пробежками, сесть на диету, выучить иностранный язык? Я просто называю такие уже постереотипные, шаблонные вещи. Вот, вы знаете, в последние годы стало очень активно развиваться такое направление, как нейропсихология и даже нейроэкономика. И теперь специалисты этих областей, они находят свои ответы на эти вечные вопросы, почему мы себе так много ставим планов, и почему мы их не достигаем. В частности, нейрофизиологи вывели такой закон правила дисконтирования полезности по гиперболической убывающей ставке. Звучит очень страшно, но суть очень простая. Со временем человек склонен к немедленному вознаграждению. И чем дальше что-то от нас отодвигается, тем ценность этого начинает убывать. Там даже не перегорело, а просто, знаете, это на самом деле проверяется следующим образом. Есть такой очень известный эксперимент, когда у студентов спрашивали, что вы хотите получить? 100 рублей сейчас или 110 рублей завтра? Как вы думаете, что они выбирали? 100 сейчас. Вот абсолютное большинство людей говорит 100 сейчас. Потому что 110, но завтра, это будет завтра, а хочется сейчас. А потом задавали другой, более каверзный вопрос. А что вы хотите? 100 рублей через год или 110 рублей через год и один день? Что выбирали? 110. Да, разница, собственно говоря, в чем? И там, и там, один день, 10 рублей. Ну почему? Вот как раз это очень яркий пример дисконтирования полезности. Со временем, понимаете, если мне год ждать эти 100 рублей, то уж подождать там еще денек, чтобы получить 110, да? Ну, давайте тогда 110. Ничего, я подожду. А вот теперь смотрите, что происходит у нас в голове, в нашем мозге, да, который работает как некая такая очень даже самостоятельная субстанция. но если послушать Черниговскую, то вообще не очень даже понятно все-таки, да, как бы это наш мозг или это мы принадлежим этому мозгу, да, он что-то там в этой жизни за нас решает. Что, как это работает, как это сказывается? Что, например, заняться утренними пробежками? Что помешало сегодня нам начать утренние пробежки? И как наш мозг это оценивает по шкале от минус 10 до плюс 10. Ну, вот, на моем примере, например, это будет где-то минус 6. Ну, потому что, слушайте, сегодня, в пятницу, после полной трудовой недели с утра встать и заняться пробежками, ну, это надо себя очень не любить. Ну, вы представляете, еще вечером семинар, да, и утром надо раньше встать и напрячься. Ну, нет, нет, вы понимаете, конечно, как взрослый человек, я прекрасно понимаю, что выгода утренних пробежек, она очень высокая. С чем вот мотивировать? Нет, я это прекрасно знаю, потому что движение – это жизнь, потому что утренние пробежки – это хороший тонус, это, нет, ну, можно погулять, можно пробежаться. Для меня сейчас, я не ставлю большой разницы в этом, да, но в любом случае, да, вот этот утренний эмоцион, да, такой, пройтись в парке, по аллее, он однозначно на пользу. Это и снижение уровня стресса, это повышение общего уровня энергетики, это привести свое тело в норму, как бы, да, и в конце концов и похудеть, и продолжение молодости, то есть в будущем выгоды очень высокие, да, плюс 8, но сегодня минус 6, да, но сегодня, ну, никак, поэтому выгоды занятия сегодняшнего, выгоды-то большие, но они ведь будут когда-то, это же не завтра я похудею, стану более энергичной и более здоровой, правда, да, это же произойдет-то, если я буду полгода этим заниматься или хотя бы пару месяцев, поэтому там дисконтируется, ценность-то становится в два раза меньше, поэтому выгода занятия сегодня, она будет где-то минус 2, а если выгода занятия завтра, вот если не сегодня с утра заняться пробежкой, а в субботу утром, слушайте, это гораздо интересней, да, нет, конечно, оно ведь тоже придется вставать утром, да, а это выходной, вроде как хочется выспаться, то есть напряги будут в принципе схожи, но это завтра, поэтому напряги они тоже дисконтируются, и они завтра уже выглядят не такими серьезными, как сегодня, сегодня, ну, подождите, мы сейчас пока про это, да, мы пока остановились на пробежке, да, мы про то сегодня, не, 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 это будет, это завтра, а сегодня, а сегодня выгода занять и начать пробежки с завтрашнего дня значительно выше, да, то есть мы, мы это живем сегодня, мы сегодня думаем, когда мне побежать, сегодня, и общая сумма минус 2, или завтра, общая сумма плюс 1, конечно, завтра, другое дело, что да, что завтра наступает завтра, и оно становится сегодня, и все опять отодвигается, и вся эта история, она у нас в голове начинает повторяться, и многие из нас этим страдают, что по 5 лет мечтают начать заниматься иностранным языком, ставят себе эту цель, а она все никак не достигается, да, мечтают заняться спортом, и неважно, велосипедом или пробежкой, или ходьбой с палками, да, мечтают заняться чем-то еще, но все это отодвигается, 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 и упс, да, а что же с этим делать, как с этим быть, это на самом деле такой очень серьезный вопрос, который мы тоже будем понимать с точки зрения работы со своей мотивацией, если мы все-таки понимаем, что нам это надо, для нас это важно, то как заставить свою мотивацию здесь правильно работать, чтобы преодолеть вот этот финт мозга с расчетами этой выгоды, а для этого надо найти такие важные, такие значимые мотивы, которые позволят нам все-таки напрячься и это сделать, и я сейчас очень кратко про это скажу, да, в самом общем виде есть несколько видов мотивов, которые влияют на нашу эффективность и они определяют в итоге нашу итоговую мотивацию, прямые мотивы, положительные мотивы, которые заставляют нас что-либо делать И косвенные мотивы, но это отрицательные мотивы, положительные мотивы, прямые мотивы – это мотивы к стяжению, а косвенные мотивы – это часто мотивы от. Что влияет на наше желание, на наше стремление что-либо достигать? В самом общем виде эти мотивы могут быть названы как мотив игры, мотив целей и мотив реализации потенциала. Мотив игры. Знаете, игра, как вид деятельности, имеет отличительную особенность. Она, как и межличностное общение, имеет ценность в своем процессе, а не в результате. Вот все остальные виды деятельности, они направлены на результат, а игра и межличностное общение направлены на процесс. Для нас ценен сам процесс, не всегда бывает важно, да там будет, результат не будет и какой он будет. Вот мотив игры показывает нам, что мы начинаем получать удовольствие от самого процесса. Если мы его найдем, в чем это может быть удовольствие? Почему называется игра? Я начинаю к этому относиться не всерьез, не как к обязанности, а как к некому эксперименту. А если я попробую так, а если я попробую вот так, и у нас появляется интерес поэкспериментировать, попробовать и найти для себя что-то, что нас цепляет и доставляет нам удовольствие в самом процессе. И это считается на сегодняшний день, как бы да, исследование подтверждает, что это самый сильный, самый мощный мотив, который заставляет нас что-либо делать. Второй мотив – это мотив цели или того результата, который я желаю достигнуть. В конечном итоге для него не так важно, как мы это делаем, но важно, что я вижу эффективность, результативность в достижении этого. А третий мотив реализации потенциала, он скорее заставляет нас, вот эти наши действия, как бы да, или это наше занятие рассматривать как некое средство к достижению какой-то более высокой цели. Ну, я сейчас попробую так, оприземленно, чтобы нам было понятно, о чем я говорю. Ну, например, все с теми же там пробежками или там с диетами, да, ну, у нас большая часть женщин, они меня поймут. Например, почему для меня там важно похудеть или заняться спортом. Вот я могу получать удовольствие, например, от этих утренних пробежек. И если я нахожу это удовольствие, если ословил этот кайф, выйти утром в парк, да, подышать этим воздухом свежим, получить удовольствие от прогулки, от бега, от напряжения или от, там, до езды на велосипеде, то просто начинает тянуть, как бы, да, вот, необходимость получить еще такие положительные эмоции, получить удовольствие от того, чтобы это делать, да, начинает этого не хватать. Или, например, понимаете, можно сколько угодно заставлять там сесть себя на диету. И чаще всего мы, к сожалению, например, да, женщины, идем на это под влиянием косвенных мотивов. Но, как показывают многие эксперименты, люди способны добиться результата под влиянием давления, под влиянием косвенных мотивов, но они не способны потом этот результат удержать. Есть много экспериментов, поставленных самой жизнью. Во многих государствах были запущены национальные программы по оздоровлению населения, и населению выделялись денежные премии в том случае, если они за определенный срок сбрасывали, там, люди, страдающие ожирением, сбрасывали определенную массу тела. Люди записывались на эти программы в течение полугода, года, интенсивно худели, сбрасывали вес, то есть результаты достигали. Но они были не способны этот вес удержать. Что нужно для того, чтобы его удержать? Нужно пересмотреть свой образ жизни, например, пересмотреть принципы своего питания и начать получать от этого удовольствие. Удовольствие от вот такой вот легкой, низкокалорийной еды, удовольствие от определенной кухни, на которую переходят, поменять одну кухню на другую, удовольствие от приготовления и потребления этих блюд, удовольствие от того, чтобы как разнообразить и придумать такие легкие, вкусные блюда. И если человек находит для себя удовольствие или радость, или в самом процессе ощущение себя, да, вот этой вот легкости, то ему значительно легче бывает этого результата добиться и его удержать. С мотивом игры понятно, да, почему он мотив игры? Мотив цели. Когда для нас важен результат. Знаете, говорят, каждая женщина мечтает о новом платье, но еще больше она мечтает влезть в старое. Да, поэтому, да, простят меня мужчина, да, мне на женщина легче, сейчас это объяснить, да. Посидела на диете месяц-другой, и вдруг, ну надо же, да, диета не нравится, ограничения не нравятся, да, состояние не очень, но очень нравится результат. Как подошла к зеркалу, как посмотрела на себя, залюбовалась. Пошла в магазин, да, или достала платье, которое давно висело, в которое не влезала, вот оно счастье. И это на самом деле нас очень стимулирует, это очень повышает нашу мотивацию. То же самое, там, допустим, со спортом или с языком, да, я вижу результаты, которые достигаю, они меня вдохновляют, растет моя самооценка, да, я там побегал, я почувствовал тонус в мышцах, я почувствовал совсем другую энергетику, я совершенно иначе справляюсь с жизненными проблемами, у меня все идет классно, все замечательно, да. Есть результат, и даже мне не очень нравится процесс, но результат меня будет стимулировать к тому, чтобы этим заниматься. И, ну, ты на третьем месте стоит мотив реализации потенциала. Но это вариант, когда, например, я хочу похудеть для того, чтобы кому-то понравиться, да, и выйти замуж. И опять можно, конечно, долго себя настраивать таким образом на диету, у некоторых получается, но далеко не у всех, потому что в конечном итоге потом говорят, да пошло все это, нафиг, пусть полюбят меня такой. Потому что оказывается, что мотив не очень сильный, да, и не очень-то он нам в этом смысле помогает в достижении этих целей. Потому что оказывается, почему он не так хорошо работает, он слишком далек от этого занятия. И оказывается, что мы можем найти много других путей, как попасть в это более светлое будущее, нежели напрягаясь вот через ту же самую диету, да, которую мы для себя определили. А если мы находим другие пути, ну, соответственно, тут мы начинаем хитрить. И мы начинаем от них плохо. Косвенные мотивы, они на самом деле тоже срабатывают, да, а инерция, ну, это сила привычки. Если это положительная привычка, это одна история. А если это привычка, например, долго спать, то эту привычку будет сломать очень трудно или подолгче понежиться в постели. Ее будет очень трудно сломать для того, чтобы заставить себя пойти на утренние пробежки. Ну, это я же говорю, да, как пример. Вариант экономического давления. Ну, это варианты, возможность мотивировать как бы деньгами, похвалами. Ну, экономического, потому что это наиболее наглядно именно про деньги. Да, это может быть любая другая выгода, да, ну, монетизированная, которую мы здесь получаем. И, наконец, третий мотив – это эмоциональное напряжение, неодобрение, которое мы можем получить в случае, допустим, неисполнения этого. Поэтому, вы знаете, есть такая рекомендация для многих, кто ставит, строит себе планы на будущее, для многих, кто стремится как бы, да, там что-то в своей жизни изменить или чего-то достичь. Часто рекомендуют декларировать свои цели публично. То есть сделать об этом публичное заявление. И типа это да... Чтобы они не включат. Да, и чтобы потом от этого не отказаться, да, чтобы потом как бы нас... Ну, вот вы знаете, это работает, но, к сожалению, с очень немногим. Потому что есть нежные давления. Да, конечно. Поэтому я и говорю, это и есть. Поэтому это работает, но с очень немногим. И это работает очень короткий... Все-таки, я так понимаю, что тема лени, она вам очень близка. Даже тут, да. Даже тут найдете оправдание, объяснение. Ну, почему я все-таки поленилась? Я уже решила, что я уже там. Ну, да, можно к этому подойти и так. Поэтому смотрите, тема, конечно, мотивация. Она чрезвычайно интересна. Кстати, одна из моих любимых тем, поэтому я здесь могу очень долго говорить. Но у нас ограничено время нашего семинара. Но, зная об этих мотивах, уже можно работать с собственной мотивацией и с тем, как настроить себя на достижение своих целей. Я тогда сейчас все-таки завершаю наш вебинар и семинар. Я очень благодарна вам за активное участие. У меня вопросы к вебинаристам. Если еще люди здесь и не разошлись, может быть, у вас остались какие-то вопросы, напишите мне их сейчас в чате. Ну, а я жду вас, всех желающих и заинтересованных этой темой, на тренинге личной эффективности. По ближайшему расписанию он у нас пройдет 14 и 21 сентября. Программа этого тренинга, она есть на сайте. Ну, я должна сразу предупредить, что мы ее немножко пересматриваем, да, потому что она была программой, разработанной уже достаточно давно. Поэтому я ее немножко так изменила, приглашаю на свой тренинг, сразу об этом предупреждаю. Немножко изменила в соответствии с тем форматом, в котором мне интереснее работать и насколько я вижу продуктивность этой работы. Мы, конечно, затронем те вопросы теоретические, которые там обозначены, но по минимуму тренинг будет максимально практический. То есть там будут задания, которые будут, конечно, направлены на работу с собой, на самопознание. Причем мы попробуем использовать инструменты, которые работают не только на логическом уровне, потому что вот так вот понять свои ограничения, понять, что нас тормозит, понять свои препятствия, которые нам мешают найти свою цель и к ней двигаться. Либо логические инструменты, как бы, да, написание этой цели, они на самом деле, они, конечно, очень важны, но они не всегда срабатывают, они всегда помогают нам, да, все-таки в себе разобраться. Поэтому мы используем там методы, которые в том числе связаны с работой нашего подсознания. Тренинг построен на биографическом методе. Мы работаем со своей биографией. Ну, каждый, как бы, да, вот в меру того, насколько он желает погрузиться там, да, или озвучивать ее. Я сразу же говорю, когда есть некие моменты там конфиденциальности. И работаем с арт-методами, которые позволяют нам вот как раз какую-то информацию для себя порой вывести на уровень сознания, лучше ее осмыслить. Тренинг, который позволяет лучше понять, что происходит сейчас в нашей жизни и куда мы идем, каков следующий этап, как к нему лучше подготовиться. Да, на следующий этап жизни какие цели и задачи я себе ставлю, чего я действительно хочу добиться, что я хочу получить, как увидеть себя в этом. Одним из результатов этого тренинга является разработка такого некого сценария в своей жизни, который бы вы хотели видеть, который бы вы хотели получить. Сценарий, который может быть реализован. Поэтому буду очень рада вас увидеть на этом тренинге. Специальной какой-то подготовки он не требует. Ну, желательно там окончание курса ораторского искусства, но это не является камнем преткновения для того, чтобы на этот тренинг списаться. Поэтому жду вас, с удовольствием буду рада вас видеть в Центре специалистов на тренинге личной эффективности. Спасибо вам большое за внимание.